так все я сейчас друзья всем привет мы начинаем наши эфиры сейчас сделаем репост какая что-то тебя не вижу ну может быть она обновиться обновить возможно надо а вот появилась где образ нет это не то нужно зайти еще раз на страницу друзья делайте репосты мы сейчас начнем наши фирмы технические моменты мы сделаем репост на страницу да и вот поделиться поделиться прямо сейчас прямо сейчас вот и делюсь так да все друзья как мы ешь на напишите в комментариях дождались бог лиза еще и видно теперь видно так судя по вашим лайкам слышно и хорошо сердечком друзья но мы предлагаем обсудить тему акции марша мирного протеста анализы ошибки что удается что не получается в чем преимущество и хотелось бы у лизы расспросить над в твоем понимании что у нас получается где у нас проблемы чего нам не хватает для цивильного гражданского суспильства так мне кажется что у нас в принципе все получается не получается тогда когда мы не выезжаем если мы ничего не делаем тонн и не получается пока все что мы делали у нас получалось и получалось даже не потому что мы хорошо подготовились а получается больше потому что наша власть делает много ошибок эти ошибки формируют нам повестку дня бывают у нас такие акции когда мы выезжаем и понимаем что наверное будет провал полный провал наверно ничего мы не добьемся, что-то ничего не будет интересного, и тут нам такой подарок судьбы, как украденный столб позора, например, или Луценко с топором выбегает. Это было феерично просто. Да, да, то есть это создает нам настроение. Да, конечно, Луценко с топором не очень создаёт настроение, но это информационный повод, о котором потом говорили достаточно долго в Фейсбуке, и эту тему высмеивали, и Раскольников стал Луценко, даже Жора Ключенько отреагировал своим прекрасным произведением искусства. То есть сама власть иногда нам создаёт такие условия, при которых мы уже думаем, а в следующий раз нам думать над темой нашего марша, или ничего не надо делать, и за 15 минут до марша просто объявлять, что сегодня, ради чего мы сегодня выходим, потому что власть уже всё сделала. Вот так же, как было последний раз 18 марта, когда мы спланировали у нас вообще-то по идее тема-то марша была другая до этого. До этого тема марша главная была нас не поставить на колени, и она у нас была связана с событиями 3 марта, с разбоном людей, с местечка, под Верховной Радой, когда наших атошников, когда наших протестующих, которые жили в палатках, и зверски избивали, и ставили на колени, и, что интересно, после этого и Шевченко, и Амбросикин выступали, и говорили, что это норма задержания в полиции, что ставят так всех абсолютно, чтобы задержанный не смог оказывать сопротивление и так далее. Но Амбросикин не ответил на следующие вопросы, а по какому поводу их задержали. Потом оказалось, что они были просто свидетелями. То есть вот так вот свидетелей можно оставить лицом вниз. потом некоторые, скажем, западные эксперты, которые, скажем, разбираются в этих вещах, то ли это министры, то ли это руководители организации по правам человека, узнав, какая температура была воздуха в то время, что было минус 17 на улице, они сказали, что это приравнивается к издевательствам, к отуванию, и что за это рядовому составу полиции, которая это исполнял, по, скажем, европейским нормам, грозило бы от 6 до 8 лет заключение в тюрьме, а тому, кто дал приказ это делать, от 8 до 12. Ну, то есть я не знаю, что бы грозило бы тогда Авакову, по идее, потому что это, наверное, же было его распоряжение, я же не думаю, что без него Шевченко или Крищенко или там кто еще, да, Зазуля давали такое распоряжение. И, в общем-то, у нас тема нашей акции должна была быть именно такой. То есть мы предполагали, что мы сейчас соберем, скажем, наших спикеров для того, чтобы говорили именно на эту тему. Но после того, как накануне был задержан наш автобус со сценой, нас не пропустили к сцене, автобус угнали, когда у нас украли этот столб, позор, а здесь украли у нас автобус. И когда мы увидели, сколько, значит, полицейских и нацгвардейцев с автоматами и с овчарками по центру города ходят, то есть мирные люди, мы не собираемся ни в кого стрелять, мы не собираемся применять оружие, мы постоянно это декларируем, то есть мы всегда говорим о том, что наши акции мирные, зачем овчарки, зачем автоматы, это все дикие глупости. То есть мы понимали, что что-то будет не то. Но когда вечером накануне начали вот эту вот ужасную инсталляцию выставлять, и когда Влад Оленченко поехал с ребятами сюда посмотреть, что здесь происходит, потому что у нас заявка была подана за две недели, что мы будем здесь как раз на Майдане именно проводить акцию, и когда он мне присылает эти фотографии безумные, спасибо деду за победу, 1918 можем повторить, ну, честно говоря, у меня вся повестка сразу же изменилась тут же. То есть я так поняла, что это поздравление Путину с преддверием выборов и с предварительное поздравление с его предполагаемой победой. Конечно же, нужно понимать, что наша администрация президента, она слишком пропагандистски заряжена, и у них никогда не бывает одного решения по какому-то событию, скажем, или по какому-то месседжу, они всегда ищут какой-то другой подтекст для того, чтобы вовремя с основного на второй соскочить и сказать, нет, мы же имели в виду вот это. Поэтому, когда мы стали говорить о том, что же означает для Крыма 1918 год, для меня первично было то, что в январе 1918 года большевики зашли в Крым, и они не просто разогнали Совет министров Крыма, Крымской народной республики, они арестовали председателя Совета министров Первого Муфтия Крыма Намана Чирюджихана, который является легендой крымско-татарского народа, поместили его в Севастопольскую тюрьму, и 23 февраля они зверски его убили. Зверски. И четвертовав, выбросили его в Черное море. То есть это трагическая дата для крымских татар. Это самая большая трагедия скорее в их истории, и она может быть сравнима только с депортацией народа в 44-м году. А тут вдруг оказывается, что нет, я неправильно думала, речь шла о Петре Балбачане, который проводил крымскую операцию для того, чтобы выгнать из Крыма большевиков, чтобы Крым был передан Украине, и что вот эта счастливая операция, она была отражена вот в этом российском лозунге «Спасибо деду за победу». Но на самом деле, если разобраться в истории крымского похода, то мы знаем, что она не увенчалась успехом, и что именно немцы не просто предложили, а настаивали на том, чтобы войска были выведены, и чтобы Украина не претендовала на Крым. Собственно говоря, Германия тогда сказала, что Крым не украинский. Вот что, вот поэтому тоже, да, спасибо деду за победу, можем повторить. Что повторить? Повторить то, что эта операция была быстрая, она была как атака, но она не увенчалась успехом. Вот это мы хотим повторить, чтобы наш поход на Крым тоже не увенчался успехом. То есть, понимаете, когда администрация президента продумывает какие-то шаги, то нужно понимать, что они никогда не будут, скажем, искренними, и они никогда не будут эти шаги для людей, для народа. То есть, это все какой-то либо массированный стёб над нами, либо просто безграмотности, либо специально даже не как так стёб, чтобы посмеяться, а чтобы реально унизить и оскорбить целый народ. Я приняла этот посыл про 1918 год и про можем повторить. Я приняла это как оскорбление конкретно крымско-катарского народа. Почему? Потому что накануне администрация президента связывалась с Меджлисом крымско-катарского народа, чтобы призвать их именно 18 марта провести на Майдане акцию, и чтобы эта акция помешала нам провести своё. И Меджлис отказался. Они сказали, нет, мы лучше не будем вообще проводить ничего, совершенно для нас это день траура, но мы не выйдем для того, чтобы было противостояние среди народа. И зная это, я поняла так, что вот эти вот все надписи Алушта наш, Ялта наш, Евпатория наш, это были такие надписи, вызов и пощечина крымским татарам, которые якобы не умеют грамотно говорить на русском языке, потому что это идиотство, это полное идиотство совершенно вот эти вот надписи были. Собственно говоря, вот эти вот полотна с этими надписями, они сформировали нашу повестку на 18 число. То есть мы думали о другом, а получилось вот то, что сама власть надала вот эти козыри в руки. Когда люди стали разбирать эти установки с голубыми полотнами, теперь Геращенко, там, Рычкова, какая-то еще Шелупонь Хорошенковская, рассказывают о том, что мы повредили патриотические конструкции. Крымские патриотические это ударило по крымчанам переселенцам. Я крымчанка, переселенец, мне не нужны эти конструкции, мне не нужны эти иллюзии, и мне не нужны эти инсталляции. У нас вся работа администрации президента, нашего Кабмина и Верховной Рады, это полная инсталляция, это полная бутафория, за все четыре года ничего не было сделано для переселенцев крымчан. Ничего, ноль, все переселенцы об этом знают. То есть, если сейчас можно даже как-то дискутировать на эту тему, то о том, что для переселенцев ничего не было сделано ни в плане жилья, ни в плане работы, ни в плане помощи нуждающимся переселенцам, какие-то совершенно копеечные подачки. Даже субсидии, которые оформлялись для основного населения украинского, переселенцы не имели никаких приоритетов по этим субсидиям совершенно. То есть, ну, ничего, абсолютно ничего, ноль. И здесь вдруг инсталляция, которую теперь они рьяно защищают и говорят, что они накажут тех, кто ударил по интересам крымских переселенцев, потому что 18 мая для них трагический день. Конечно, трагический. Для нас это, безусловно, трагический день. Но мы переживали в Крыму тогда, когда вы его здесь сдавали. Это я к администрации президента сейчас говорю. Я помню, как Яценюк, когда с 18 марта, когда Путин принял Крым в состав Российской Федерации, федеральным округом, по договору с Крымом, пятый пункт этого договора был прописан так, что все граждане, которые проживают на территории Крыма, на момент референдума и на момент принятия Крыма в состав Российской Федерации становятся автоматически гражданами России. И теперь кто с этим не согласен, тому дается месяц, и в течение месяца люди могут заявить о том, что они остаются гражданами Украины и не будут принимать российского гражданства. И я помню, как Яценюк заявлял о том, что ничего, принимайте. Для нас это не имеет совершенно никакого значения, что мы все равно не признаем никогда этого российского гражданства. Вы можете носить эти паспорта, это ерунда, это такие аусвайсы, которые вы потом выбросите, вам же как-то надо жить. А после этого Порошенко заявляет о том, что если кто-то приедет сюда и у него окажется этот российский паспорт или он окажется гражданином России, мы с ним разделаемся. То есть получается, что вы сначала настаиваете на том, что мы брали российские паспорта, а потом, что мы предатели, потому что взяли. Так вот, я с 18 марта начала отслеживать ситуацию, где-таки можно в Крыму отказаться от российского гражданства. И первая информация о том, кто принимает такие заявления, как это можно сделать, появилась 1 апреля, то есть через 2 недели. И я одна из первых, я не знаю, кто был впереди меня, еще был один парень, Олег Левченко, он из Киева приехал специально, мы с ним вдвоем встретились в очереди в миграционной службе для того, чтобы написать заявление об отказе. Он уехал на следующий день, а я уже начала развивать эту тему и писать о ней в фейсбуке, что я это сделала, и я никого не заставляю, я никого особенно не призываю, у каждого свои какие-то эмоциональные интересы есть, но я это сделала, потому что я не хочу быть насильственно признана гражданкой России, не хочу, я не хочу быть гражданкой России, тогда, когда я родилась и выросла в Украине, в украинском Крыму, и я благодарна в Украине за то, что я росла здесь, я росла среди совершенно адекватных нормальных условий, я не понимаю, почему вдруг мы теперь должны стать Россией, и все это настолько было для меня непонятно, для меня любое насилие непонятно, и, соответственно, вот, когда я возглавила это движение отказа от российского гражданства, потихоньку люди стали приходить, на следующий день я поехала посмотреть, там было в очереди уже 6 человек, на следующий день 20, на следующий день 100, закончилось тем, что вот этот срок выделенный закончился 18 апреля, и 18 апреля в 6 часов вечера в очереди на отказ от российского гражданства стояло 1270 с лишним человек, вышел в 6 часов вечера начальник этой службы и сказал все, всех поздравляю, все остальные из вас, граждане России, мы стали протестовать, что нам нужно срок продлить, что якобы всего 2 недели работал этот пункт, что это не по-человечески, ну ничего, конечно, не было сделано, почему? Потому что когда они просчитали, что мы в геометрической прогрессии увеличиваемся, они просто испугались, что окажется, что к лету огромный процент вот этих крымчан, новых русских, не захотят быть новыми русскими, останутся старыми украинцами, так что для меня, честно говоря, то, что к нам так отнеслись тогда и после того, как многие крымчане покинули Крым и переехали на материк, вот эта вот инсталляция, это издевательство над чувствами переселенцев вообще, поэтому мы вот начали с того, что такое эти общественные протесты, вот этот общественный протест как раз уложился в рамки того, что наша власть не понимает, на чем она играет, на каких струнах, она не понимает, что для нее это абсолютно проигрышный вариант, это отношение показать сейчас свою скорбь по Крыму, тогда, когда Крым вообще никак не фигурирует в этих минских договоренностях, тогда, когда накануне первый национальный канал и канал СТБ показывают карту Украины уже без Крыма, тогда, когда Пинчук на Давосе в прошлом году говорит о том, что Крым нужно продать России или передать или на 30 лет в аренду отдать, это все не укладывается в голове у меня, вот эти вот инсталляции, которые мы разобрали, якобы это удар по мне, да это за счастье, вот это вот порнографию убрать, лучше делайте что-нибудь, а не показывайте нам вот эти вот кумачи здесь, что вы вместе с нами скорбите. Вот приблизительно так была сформирована сейчас наша повестка. Лиза, а есть вот понимание того, после проведения акции, что крымским метатарам и метжелисам фактически власть хотела воспользоваться, прикрыться, подставить их в какой-то мере, сделать такую ширму от людей? Конечно, я предполагаю, что на это был кинут основной расчет, что сейчас выйдут крымские татары, что сейчас они будут поддерживать Порошенко, что вот он молодец, он столько делает, он, ну, по идее, я так думаю, что именно расчет был на это, что они скорбят, а вот у нас такой замечательный президент, вот он так вместе с ними, вместе со всеми переживает за Крым. На самом деле крымские татары все сразу же поняли, и если бы это произошло, то я не знаю, как бы вообще бы ситуация закончилась, потому что мы вышли против, мы вышли против того, за кого теоретически предполагалось, должны выйти комские татары. Ну, они же не дураки, понятно, да, они же не, это же не изолированная от нас часть общества, они же живут в этом социуме, они же прекрасно понимают, что происходит, и я не думаю, что они живут лучше или в других условиях, чем мы. Среди моих друзей огромное количество здесь крымских татар, я знаю, с какими проблемами они здесь столкнулись уже переехав сюда, и эта проблема у многих из них больше даже, чем у меня, потому что я свое имущество в Крыму продала, а они не продают, не продают, потому что они намерены возвращаться туда, поэтому если мне здесь было за что купить, потому что я там продала, и я здесь живу уже в своем жилье, то они до сих пор снимают. Дима, знаешь, сколько дорого стоит жилье, значит, сколько нужно зарабатывать, чтобы снять жилье, и у них большие семьи, еще и семьи кормить большие, то есть это все проблема. Лиза, а есть вот такое понимание, что фактически все, что не пытается делать власть, какие-то преграды мирным гражданам, но у них такое ощущение, что все ломится, все как-то обворачиваются против, поставили конструкции, народ их повалил, отличные кадры получились. Так вот, я же, о чем Дима и говорю, что нам даже иногда не надо продумывать, собственно говоря, саму тему нашей акции, нам нужно просто плотно подождать ее начало, и власть нам сама сформирует всю повестку. То есть они своим идиотством бегут впереди паровоза, честно. Скажу, я не знаю, там вот сегодня прочитала, что Медведев, Олег, планирует там что-то создать, какую-то свою новую, то ли программу, я так и не поняла, только какой-то свой новый проект, где он будет там о чем-то рассказывать и учить нас чему-то. Вот этот главный, один из главных пропагандистов Порошенко. Если это вот он придумывает вот эти вот инсталляции, скажем, или еще что-то, то я бы гнала бы его сраной метлой, честно говоря, вместо Порошенко. Но, собственно говоря, видимо, у них мышление на одном уровне, поэтому они друг друга держатся. Вот приведу, например, даже такой вот пример, да, то есть, когда ехали домой к Порошенко, часть, там, Кобу у нас заблокировали, а часть активистов поехала, да, и вот они должны были подтянуться, там, тетушек наставить, бабушек наставить, и все равно все обломилось. Кобе выписали 10 долларов штраф, за 10 долларов мы получили шикарную картинку, только у меня на моей странице 2000 репостов этого видео, еще больше репостов, чем у дома Порошенко, все равно митингующие попали к дому Порошенко, ни тетушки, ни бабушки не сработали, то есть, они как вот или не понимают, или в вакууме, или у них советников, я так понимаю, что вообще там какие-то советники, я не знаю, что это за советники, то есть, как-то ломится все. Ну, вот я тебе говорю, да, 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 что они пользуются какими-то, какой-то у них мыслительный центр дал течь давным-давно, да, то есть, что-то такое, что-то не ладится у них с головой, явно. Ну, конечно, я же тебе говорю, что вот, даже если мы ничего не делаем, вот смотри, мы первый раз, помнишь, мы ездили, когда первый раз к Порошенко, мы приехали, там было, ну, наверное, стоили 200 нас гвардейцев, которые стояли возле ворот, там два или три ряда они стояли, когда мы привезли Порошенко бумажку, что он 18 февраля должен выйти и отказаться от своей должности, подать в отставку, и все, вот мы приехали, ну, провели акцию и уехали, оно как-то было, ну, нормально, да, но так, чтобы было очень интересно, так нет. было бы смешно и уныло, ну, это да, так, а второй раз, когда мы приехали, нас было мало, очень, когда у нас украли вот этот столб, это феерично было, довольно, это было так смешно, реально, слушайте, это здорово было, когда два наших парня пошли с машины снимать столб, столб тяжелый на самом деле, такой брус 20 на 20, два с половиной метра длиной, он тяжелый, и вот, значит, они пошли, снимают его на плечи, подходят еще четыре мужика, говорят, хлопцы, давайте мы вам поможем, ну, давайте, остановитесь, они берут эти четыре, говорят, хлопцы, отойдите, отойдите, мы сейчас, поворачиваются и бежать, дропокадывали, а потом, значит, ну, мы же, конечно, за ними там только попытались как-то выдвинуться, и тут же перед нами стало, значит, заграждение из нацгвардейцев, нас не пропустили дальше, ну, кое-кому удалось выскочить, посмотреть, куда же этот столб понесли, ну, и тут же мы, давай вызывать полицию, потому что пока мы не подарили этот столб Порошенко, он наш столб еще, наше имущество украли, значит, нам нужно сделать соответствующее заявление, и тут подходит начальник полицейского отряда, говорит, не, ребята, не надо вызывать никого, я уже дал распоряжение, начались оперативно-розыскные работы, с собакой, сейчас мы найдем этот столб, быстренько, будем его искать, а мы же уже увидели, что его во двор Порошенко занесли, с другой стороны, то есть оперативно-розыскные мероприятия, ясно, что они куда-то должны привезти, ну, а потом приехала, или приехала, или там, значит, они какой-то протокол достали, давай составлять этот протокол, а во что вы оцениваете столб, ну, кто-то из наших кричит, давай в миллион долларов, ну, в общем, это уже, конечно, все смешно, просто было вот, ну, чисто ржачно, смешно, реально, то есть мы выехали маленьким количеством, и вообще, это мог быть такой большой провал, то есть мы приехали бы, ну, что, ну, постояли, уехали, а тут такой кайф получили, потому что нашлись там какие-то тупорылые эти полицейские, которые схватились за этот столб и потащили его, вот, потом, значит, соответственно, вот сейчас, когда мы уже приехали в третий раз, если бы нам никто не препятствовал, ну, мы подошли бы, тем более, там же никого дома не было, ну, никого, абсолютно, наверняка там Марина к подружке Ирине уехала, убежит третьего тысячелетия, вот, а Порошенко ж подался, значит, на Рольгийский полуостров куда-то, да, и, ну, полиции много, нацгвардии много, ну, что, ну, пришли бы, постояли бы и ушли, а тут такой подарок, мы пришли, а тут эти бабушки-тетушки с плакатами ходят, нас не пропускают, значит, ну, видно, что такого низкого социального статуса женщина, там, где-то по 100 гривен, да, или может по 200 максимум, не знаю, привезли, отвезли, и вот, значит, с плакатами, и это были те же самые бабушки, когда мы в первый раз ехали, они дорогу, помнишь, перегородили, перегородили дорогу тоже с требованием, чтобы мы не застраивали этот самый побережье, этого, кончезаспыка, вот это мы застраиваем, а не те, кого они защищать пришли, вот, и эти же бабушки, и тетушня, конечно, спортивная тетушня, родственники, видимо, Вадика тетушка, я так думаю, вот там вот главный, который прыгал в голубой курточке, я думаю, хоть бы его фамилия была Петухов, например, было бы хорошо, тот тетушка, этот, петухашка, но пока мы не выяснили, кто это, который там на мужчину пожилого кинулся драться, это идиотство, конечно, то есть, ну ничего не поменялось, вы смотрите, вот все, что делает эта власть, она лишь прыгает грабелька в грабельку по стопам Януковича, по тем же грабелькам, то есть мы же знаем, что это все имеет свой конец, но оно явно подойдет к какой-то черте, когда уже невыносимо будет это все терпеть, и когда уже народ просто, от отчаяния действительно перейдет к радикальным действиям. А по поводу того, что сейчас нам рассказывает Юрий Витальевич, что он не даст совершить госпереворот, и так далее, второй, значит, первый он совершал, и что там оружия много, у нас очень много есть видеоматериала, где Юрий Витальевич, когда был Майдан 2014 года, призывал как раз к тому, чтобы люди брали оружие, что вот оружие сейчас вот-вот подойдет, вот со Львова уже вышло, завтра утром будет, и так далее. То есть мы все хорошо помним. поэтому то, что они делают сейчас, сейчас, это совершенно очевидно, что, ну, абсолютно у них аналитический аппарат отсутствует. То есть они не могут думать и анализировать то, что делали они тогда, и то, что делают они сейчас, они сейчас повторяют тех, против кого они выходили в 2014 году, и знают результат тех событий, и начинают его сейчас вот дублировать фактически то, что было тогда. Поэтому они готовятся, конечно, к тому, что мы подойдем к какому-то силовому противодействию, то есть они знают, как с этим бороться. Поэтому мы говорим о мирных маршах. Кто-то не согласен, кто-то говорит, что они ни к чему не приводят. А я не согласна на то, что они ни к чему не приводят. Потому что если бы ни к чему не приводили бы мирные марши, то какого черта было бы выставлять эти патриотические конструкции или воровать этот столб, да, или привозить этих тетушек. Но если это без разницы им, то они вообще бы не препятствовали. Ну, вышли, постояли, поговорили, разошлись. А поскольку они постоянно нам создают препятствия, и каждый раз это препятствие сильнее предыдущего, это говорит лишь об одном, что они каждый раз боятся нас все больше и больше. И самое важное, хочу сказать, что мы добиваемся даже, я так думаю, даже не того, чтобы они там написали отставку, как в Конституции прописано, что Порошенко может в четырех случаях лишиться поста. Первое, это написать об отставке, заявить об отставке. Второе, это импичмент. Третье, это если он крайне болен, четвертый, если умер. Так что вот четвертый пункт нам подходит. А это может случиться тогда, когда страх уже будет настолько очевиден, что, ну, случится что-то с организмом, он не выдержит напряжение. Вот такое может быть. Ну, ты знаешь, Лиза, мне вот этот столб, это показалось нечто таким фееричным, просто пока его не украли, я даже не знал, что он есть. Это было настолько смешно, когда четыре амбала с ним худко бегут в неведомом напрямке. Это смешно, правда, они вот так держали его и бежали. Это, знаете, помните фильм, какой был этот «Стреки-разбойники», что ли, да? Кто бежит? «Динамо» в трусах, когда они, или там, я не помню, «Стреки-разбойники», по-моему. То есть вот здесь вот то же самое, бежало такое «Динамо» с этим столбом, это реально было смешно, круто было, вот знаешь, что хотелось бы о чем поговорить, да? То, что там все плохо, ужасно, мы знаем, а вот и людям, и зрителям дать вот посыл, что делать дальше? Какой выход из этого всего лабиринта в твоем понимании? Как нам быть дальше со всем этим? Ну вот смотрите, я думаю, что, ну, конечно, должны быть выборы, естественно. То есть выборы должны быть в любом случае, это будут, это будут, будет последствия радикальных действий, или это будет последствия какой-то мирной смены власти, или там их к чертовой матери Надя Савченко, как и обещала, такие там повзрывают, добьет прикладами, саперными лопатками, там я не знаю, чем еще. То есть в любом случае выборы будут. Ну в любом случае, не может быть так, что мы, скажем, этих убрали, да, и ничего больше. То есть что-то должно произойти, выборы будут. А вот теперь конкретно по тому, какими будут выборы? Вот нам каждый день показывают, ну не каждый, через день, да, показывают рейтинги по опросам различных социологических групп. И мое впечатление такое, я так думаю, не знаю, у вас может свое впечатление, я так думаю, что это массированная манипуляция, изнасилование нашего мозга этими рейтингами, поскольку, если разобраться, по сути, ничего ж не меняется. Вот эти рейтинги, которые нам показывают, это просто перетасовывание карт в одной колоде. Вот там сколько, там 10 карт, ты вытаскиваешь эту или эту, потасовал, вытащил, да, но это одна и та же колода, которая существует в орбите нашего политикума уже не один десяток лет. То есть мы знаем их всех, знаем их всех, знаем, что из них каждый, на что способен. И когда я вижу, что лидерами рейтингов становятся Порошенко, Тимошенко, Ляшко, там, кто еще, еще кто-то из них, да, то есть грустно становится. Я понимаю сейчас, что очень многие, кто уважает Юлию Владимировну, будет там, что Богуцкая там. И причина тому очевидна, совершенно. Сейчас страной управляет 80% бывших членов партии Батькинщина. 80%. Ну, это вот, из основных, это Турчинов, это Аваков, это Пашинский, да, ну, Яценюка и Неберун там временно тусовался, он вел Батькинщину, пока Юлия Владимировна сидела. Ну, по сути дела, это люди из одного гнезда. И, когда, я читаю, что, ну, вот они же ее предали. Я говорю, ну, несомненно, да, конечно, они ее предали. Ну, а что, они когда были в партии Батькинщина, они были другими? Они от чего испортились? Кто испортил их? Спортил Порошенко? Или они такими и были раньше? А если они такими и были раньше, да, где есть гарантия, что те, которые придут вместе с Юлией Владимировной, ведь не одна же она будет управлять страной, правильно? Не одна она. Значит, у нее должна быть команда. А у вас есть гарантия, что Юлия Владимировна не приведет опять Авакова или Луценко, например? Я сомневаюсь, я не знаю. Если нет, может быть, может быть, но сто процентов не Лишко, сто процентов, но сто процентов не Порошенко, да, а нам каждый раз, вот каждый раз, каждый день, когда рассказывают о том, кто Гриценко, может быть, Садовое, может быть, Лишко опять, Порошенко опять, кто там еще избирается. Я, честно говоря, даже не смотрю этих рейтингов, потому что я понимаю следующее, что вот эта манипуляция, она дает нам картинку выбора без выборов. Выборов без выбора. Она дает картинку того, что за кого-то ты не проголосовал, ты получишь тот же результат, что есть сейчас, или хуже. Лучше явно не будет. И более того, когда нам подают картинку того, что определенный кандидат занимает первое место с большим отрывом от других, то нам формируют уже в сознании тезис того, что мы должны пойти и проголосовать, чтобы наш голос не потерялся. Потому что он потеряется так, потому что там, ну, ну, шлидирует, значит, нужно идти за этого кандидата голосовать. То есть это манипулятивные такие схемы, манипулятивные методы. Я бы не фиксировалась на этих рейтингах вообще. То есть я бы вообще бы даже не смотрела. Вспомните Порошенко в марте 2014 года, какой у него был рейтинг. Минус 0, наверное, может быть, там 2%, да? А в мае того же года уже 54%. То есть взорвать рейтинг посредством средств массовой информации. Элементарно просто это мы вот видели на примере 2014 года, когда из ничего человек вдруг получает огромный рейтинг. Поэтому я бы сейчас на этом бы не фиксировалась. Вот не фиксировалась бы, честно. Тем более выборов сейчас нет. А зачем сейчас смотреть эти рейтинги, кто из них побеждает в президентских выборах, если у нас не завтра, не послезавтра, даже не через месяц президентские выборы. Давайте подождем. Давайте когда там, на когда это планируется. Опять-таки, вот смотрите, да, опять-таки. Нам сейчас это показывают, но никто из тех, кого нам показывают в этих рейтингах, в этой гонке, никто из них не планирует переизбираться сейчас. Да? Все говорят о выборах 2019 года. Так а зачем тогда нам сейчас эти рейтинги, если они планируют все выбираться в 2019 году? То есть средства манипуляции. Поэтому я думаю, а ты меня какой Дима вопрос задавал? А то я так меня понесло-понесло, я в другую сторону, да? Ты так хорошо рассказываешь, что ты не забыл вопрос тоже, да? Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Нави манипулируют и создают вот такую вот картинку. Я думаю, что нам просто нужно... А, что делать? Ты спросил, что делать потом? В любом случае, вот я, да, начала с того, что делать дальше. В любом случае придется выбирать, в любом случае придется думать о том, как жить дальше. Я думаю, что появятся обязательно новые кандидаты, появятся новые люди, и появится, может быть, появится выбор. Я надеюсь, во всяком случае, на то, что появится какой-то более-менее оптимистичный, реальный кандидат и выбор. Потому что, ну, я знаю, что очень многие, вот я разговариваю сейчас с людьми, очень многие говорят, да ну нафиг, вот я смотрю на эти рейтинги, и у меня желание уехать. Я не хочу. Вот мои дети точно уедут, а я вот тоже планирую, я, наверное, поеду, что здесь делать. То есть, понимаете, как... Вот манипуляция в чем? Вот манипуляция как раз и состоит в том, что нам показывают картинку безвыходности, чтобы люди уезжали. То есть, а что вам здесь делать? И останутся кто? Останутся пенсионеры, останутся те, кто не может по какой-то причине, а малоимущие, потому что без денег тоже не поедешь, естественно, в Европу, да? А таких людей легко купить, им тоже легко руководить, манипулировать, то есть, там, килограмм гречки, там, 200 гривен и так далее, чтобы они пошли правильно проголосовали. Поэтому, прежде всего, сейчас не нужно расстраиваться и реагировать на то, что нам показывают какие-то, там, огромные цифры того или иного кандидата. Все может измениться. В любой момент все может измениться. А потом будем думать с вами, что делать дальше. Пока сейчас еще есть время до выборов, и хоть мы и настаиваем на том, что выборы должны быть досрочными, мы понимаем прекрасно, что, скорее всего, скорее всего, мы пойдем в рамку вот этих срочных выборов. Если не произойдет что-то такого, ну, совсем экзальтированного, что взорвет прямо наш политик, мы нужны будут действительно досрочные выборы. Пока что, я так думаю, они будут держаться, и Порошенко, и парламент, и кабинет министров, они все друг друга держат, как бы они друг друга, они все друг друга ненавидят, лютой ненавистью, но они все держатся, потому что понимают, что посыпется один, как домино, да, посыпятся все остальные, а им это всем не в кайф, потому что пересадят всех. Поэтому будут держаться, пока до последнего. Ну, даже если так посмотреть, да, вот представим, например, завтра пойдет режим Порошенко, а мы к этому готовы, мне кажется, нет, надо подготовиться к этому. Вот, вот я и говорю о том, что, когда мы говорим о том, что, смотрите, вот мы говорим, мы выходя на наши мирные акции, да, мы говорим о том, что все, смена власти должна быть мирной, и должна быть цивилизованной, ну, более-менее цивилизованной. А, скажем, некоторые наши оппоненты говорят о том, что нет, только радикальная смена власти. Хватит эти вот топтания мирные, только радикальное. Причем, что интересно, что очень многие читатели в Фейсбуке как раз и возмущены этими мирными маршами, говорят, вот нет, вот надо идти стрелять, я говорю, ну так идите, уберите в руки оружие, идите стрелять, а кто вам мешает? То есть очень многие люди, которые настроены на какие-то решительно радикальные действия, не хотят это делать самостоятельно. Они хотят, чтобы это сделал кто-то, но этот кто-то должен рискнуть, взять это оружие, пойти, его вполне вероятно, самого застрелят, да, и он даже не станет героем, будет предан какой-то еще и анафеме тому, что он там теракт устроил. Вот, поэтому, смотрите, когда мы говорим о том, что вот нужно радикально, вот пойти там, пострелять, зажать, прижать там, и так далее, его катувать, например, издеваться, да, над тем, чтобы он там взял и подписал такие свою отставку. Дальше что? Это первый ход, это тактическая задача, мы ее решили. Что дальше? Дальше все равно нужно проводить выборы, все равно. Вот те рейтинги, которые нам сейчас выбрасывают, как раз нас изготовят, потому что если будет радикальная смена власти, вот вам, вот на сегодняшний день вот эти рейтинги, вот они такие. Но я вам скажу даже больше того, что мне так кажется, что, Юль, я уверена, я даже уверена, мне даже не кажется, я уверена в том, что это не наш выбор, не наш выбор, потому что, я думаю, что никто никаких вопросов-то и не проводит, по сути дела. Я так думаю, что все эти вопросы просто рисуются. Фейк. Может быть, подобнее оказаться. Абсолютно, абсолютно. Абсолютный фейк. Поэтому я предполагаю, что это как средство манипуляции, о чем я говорю. Поэтому не надо возмущаться, что наступает дурной народ и вот опять голосует там и говорит, я выберу того или того или того. Вполне вероятно, что когда к вам подходят, просто дают какой-то набор. Вот из этих. Выберите из этих. Просто расставляете приоритеты. Я не видела ни одного вообще этого социологического опросника на улице. ко мне никто в жизни никогда не подходил. Ни разу. Откуда они берутся, я не понимаю. Ну вот я тебе говорю, что у меня такие данные, что покупаются самые низы этих опросников, те, которые ходят непосредственно по улицам. Они дают уже заведомо какую-то картинку со своими данными. Эти, скажем, опросные листы приносятся уже непосредственно в социологический институт какой-то, сдаются туда, и там уже ведется анализ. Но, по сути дела, все делается таким образом. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Вот заплатил Ахметов за эти рейтинги, вот он получил второй номером Лешко, заплатил кто-то, я не знаю, Косюка какой-то, получил первым номером Порошенко. Вот и все. И все социологические опросы на этом. Поэтому я думаю, что сейчас беспокоиться не нужно особенно на эту тему. И не нужно призывать к радикальным действиям, потому что если мы добьемся какой-то такой радикальной смены власти, мы можем оказаться в пропасти буквально на следующий день, потому что мы окажемся, что обыбирать-то и не из кого больше, никого нет, а предполагать, что мы сейчас сюда введем какого-то диктатора Самосу или там Надю Савченко, или поставим, или этот человек, который придет военным путем, через военный переворот, начнет руководить, и нас начнет сразу же устраивать, вот давайте себе представим, что придет какой-нибудь, ну, вот давайте Надю Савченко представим, да, что вот Надя Савченко совершает переворот, а потом уступает свое место, например, Матиосу. И Матиос становится президентом-диктатором. Вам это понравится, картинка? Или Авакову передают, например, да? Вот она освободила место для кого-то другого, не для себя. А если и для себя, то она все равно будет, собственно говоря, мне кажется, какой-то заставкой, которой будет руководить кто-то другой. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот их завтра нужно пострелять, нам нужно понимать, что в любом случае должна быть какая-то цивилизованная процедура, потому что мы можем быть миром на какой-то период времени отторгнуты. Не поддержат. Не поддержат, да. А, соответственно, при таком внешнем долге и при полной нищете и разрухе внутри страны, еще и когда нас мир не поддержит, ну, это полный хаос вообще. Я этого не приветствую, я этого не понимаю совершенно. Мне кажется, в любом случае должен быть какой-то такой цивилизованный путь. Почему мы всегда говорим, выходите, нас должно быть много. Даже Аваков, между прочим, в 2014 году, у меня есть это видео, его как-то публиковало совсем недавно, когда журналисты у него спрашивали о том, как вы будете действовать дальше. Он сказал о том, что нам нужен миллион человек, ну, один миллион, больше миллиона, нам нужно очень много человек, и тогда мы сможем легко и спокойно поменять этого президента, этот Кабмин и этот парламент. То есть он не призывал стрелять, он говорил тоже, давайте вот мирно выйдем, вот миллион нас будет и все. То есть, по сути дела, ничего не поменялось. Мы тоже самое приветствуем эту тему и говорим, вот у нас миллион выйдет, мы тогда можем, так сказать, агрессивно предложить уйти. Ну, то есть, мы, например, можем привести, например, когда там на Западе в последний раз либо в Европе что-то захватывалось, что-то там вооружалось, я не помню, это было, наверное, очень давно, и в основном мы видим эти демократические процедуры, когда люди недовольны, выходят массово, там, во Франции 2% что-нибудь подняли, вся Франция вышла на улицу, то есть, вот этого нам не хватает. То есть, вот эта статистика, где... Ну, нет, вот пассионариев, пассионариев, в принципе, нам хватает тех людей, которые могут вести за собой, даже вот сейчас нет Михаила, Саакашвили, он выехал, да, не выехал, его практически выгнали из страны, жестоко, совершенно, и несправедливо, самое главное. Ну, пассионарная личность, абсолютно, это нять-нять, естественно, он может поднимать людей. У нас есть люди, которые, пассионарные, которые могут за собой повезти. Но у нас проблема в том, что народ погрузился в глубокую апатию, народ не верит в свой успех. А вот, ну, многие же из вас знают, что я врач, по самому первому образованию, я вам скажу, что лечение не продвигается никогда у больного, когда он не верит в успех своего лечения. Вот, много вы в фильмах видели и знаете, наверное, особенно это касается тех, у кого прожжен опорно-двигательный аппарат. И без специальных нагрузок, и без веры в успех вы никогда не встанете и не начнете ходить. Поэтому здесь можно тысячу раз обвинять нас с нашими мирными протестами, мирными маршами, которые как бы ни о чем, как бы ни к чему. Но вы же видите, как власть нервничает. Да? Но этого не отнять. Они запредельно нервничают. Это видно совершенно. И если мы не верим в свой успех, если мы считаем, что нет, это ничего не дает совершенно, то мы погружаем себя в принципе в то состояние анабиоза полного, когда уже нам без разницы вообще, как нам жить, к чему нам двигаться, чего нам добиваться. И многие просто могут согласиться, ну ладно уж, так живем и живем. Но самое интересное, что вы же поймите, что живем и живем, это сейчас. Через полгода мы можем то ли живем, то ли не живем, а через год уже, скорее всего, не живем, а потом уже кто-то нам поставит крестик на кладбище, потому что мы такие не выжили. И следом умрет сам, потому что тоже не выживет. Вот я недавно читала у одного своего подписчика его рассказ о том, как он пошел в магазин и встретил, ну это не сказки, это реальность такая, он пошел в магазин и встретил там женщину пожилую, еще бабушку, у нее не хватало, что-то там на хлеб каких-то копеек, он добавил, и она плохо ходила, он ее провел домой, вот заходят к ней домой, а у нее в большой прихожей дома лежат деревянные кресты с кладбища. Он уже снулся и говорит, что это такое? она говорит ему, сыночек, ты не подумай, что я какая-то дурная, это я на кладбище хожу, кто выбрасывает, собираю, мне топить нечем. Дима, представляешь, то есть вот довести народ до того, что топить деревянными крестами из кладбища, чтобы выжить, чтобы выжить. Очень много, очень много стало пожилых людей, которые утром собираются возле мусорников, уже вычили, для того, чтобы ждать, кто что выкинет, чтобы подобрать что-то, поедет. Вот я, тебе помнишь вчера, когда ты ввел эфир здесь, я тебе предложила, давай поедем по селам. Я очень хочу, с Димой, поехать по тем селам, которые не вокруг Киева, скажем, более-менее, зажиточные, километров 20, 30, 50. У меня просто, тетя моего мужа живет в таком глухом селе, где на всей улице в селе живет она и еще одна бабка, 92 года. И вот они друг к другу по утрам ходят, проверить, не умерла ли. Понимаешь? То есть все. Больше никого там нет. Больше, ну, дома старые уже, с обрушенными крышами, конечно, уже с выломанными, выбитыми стеклами, потому что там воры приходили неоднократно, бомжи какие-то, которые случайно там оказались. То есть село умирает, село умирает. И вот приезжает туда машина раз в несколько дней, называется магазин номер 4 с продуктами. Открывается сзади дверца и значит там продается масло, сыр, то есть все. И вот эти бабушки старые на свою пенсию раз в несколько дней покупаете там хлеб, масло какое-то. И вот для них это целое событие, потому что раз в несколько дней они собираются там на перекрестке с нескольких улиц, несколько бабок, чтобы посидеть, подождать, пока они ждут эту машину, они значит там какие-то новости друг другу рассказывают. Вот это так выживают люди. Какая там повышенная пенсия? На сколько? На 30? На 50 гривен? На 30 гривен, по-моему. Вот поиздевались, по-моему. Это ужас, это ужас, ужас, ужас. Все плохо. А при этом есть возможность сделать все хорошо. Конечно, не сразу, конечно, не на второй день, конечно же, это не сразу, не молниеносно. Но при правильной политике, при нормальной государственной политике достигается, достигается достаточно решительно. И поедем, когда будем ехать, вот прям по дороге будем с тобой говорить о том, что мы видим и что из этого мы можем получить, из того, что мы видим. Ну, например, какая-то заросшая река камышом. Вот что такое камыш? Что это за строительный материал? Как он ценен? Как его покупает Запад у нас здесь? Как он ставит здесь свои линии, которые шьют камыш для покрытия кровельного? Как шьют его для того, чтобы строить стены домов? Дома уже, я видел, дома строятся. Дома, и да, из соломы, из камыша строятся дома. Причем срок эксплуатации этих домов вы сейчас поразитесь. Поразительно долгий. Поразительно долгий. Есть такие дома, которым по 200 лет уже. 200 лет. То есть есть технологии такого строительства. Это экологическое строительство, это чистое строительство. Это энергоемкое, ну, незатратное. не энергозатратное, а энергоэффективное очень. И вместе с тем мы сразу же очищаем реки. Вот, скажем, срезая камыш, да, который, которым зарастает все полностью, мы сразу же очищаем реки, то есть кровеносную систему страны, фактически. Поэтому из того, что мы даже будем ехать, видеть и рассуждать каким образом это все можно применять, мы будем понимать, что вот, скажем, мелкий бизнес, средний бизнес может начать развиваться вот из-под ног называется. Все, что под ногами, может быть использовано и может быть запущено в очень результативное производство. А, соответственно, просто говорить о том, что там плохо, там плохо, мы все знаем, насколько плохо. просто может быть не все знают, как плохо в селе. Сейчас мы знаем, как в городах плохо, какие ямы, там дыры в дорогах и так далее. Но не все знают, как плохо в селе, потому что оно далеко от нас всего на самом деле. Скажи, вот такой вопрос, вот экономика, все мы знаем, что экономика это вообще двигатель страны, двигатель всего. Вот, в твоем понимании, что нам сейчас надо сделать? Возможно, это налоги были ниже, чем могли быть чиновники, то есть их меньше. То есть, вообще, какие у тебя идеологические, политические взгляды? То есть, ты консерватор, либерал, ты республиканец, демократ, то есть, какие у тебя внутренние погляды на... Ну, скажем, такое умеренное либертарианство, наверное. Я все-таки стою на позиции снижения налогов практически до минимума, поскольку наша система налогообложения это абсолютно воровская система. То есть, любому предпринимателю для того, чтобы нормально развиваться, цивилизованно. Вот эта наша налоговая система, она губительна, она не дает нормально поднять бизнес. Она делает его убыточным сразу на корню. Вот с первого дня она делает любой бизнес убыточным. Либо тогда нужно воровать в этом бизнесе, и, значит, будет страдать государство. Значит, нужно какую-то часть налогов не доплачивать в государство для того, чтобы выжить. То есть, сама наша государственная система, еще со времен Брежнева, кстати говоря, была построена на том, что воруешь сам, дай украсть другому. То есть, если государство обворовывает нас, то мы должны обворовывать государство. И, соответственно, формируется следующая политика, что воруя государство и, скажем, нечестно, нечестно ведя свою работу, мы хотя бы как-то можем жить, но при этом мы все на крючке у этого государства. При этом мы попадаем в абсолютную зависимость от коррупции, поскольку когда мы приходим решать какие-то вопросы в какие-то государственные организации, без взятки мы не можем их решить. Мы бесимся, нервничаем, мы платим эти взятки, но понимая, что еще вот с Советского Союза такая система была, но понимая, что тебе хочется жить, а реально у тебя есть, скажем, какие-то ограничения по зарплате, по возможностям, ты пытаешься каким-то образом обмануть государство, чтобы набрать тот лимит финансовый, при котором ты будешь более-менее жить, дышать. Поэтому все, вот нужно менять вообще все. Я не знаю, даже вот ты говоришь, что нужно поменять, я даже не знаю, а что можно оставить. Мне кажется, что менять нужно все. Все, поскольку наша государственная система, по сути, феодальная, и она никогда не даст развиваться любому нормальному человеку, который просто решил начать жить, начать честно работать, честно платить налоги, жить в цивилизованных условиях, и жить при этом достойно. Мне кажется, это нереально. Вот с нуля начать сейчас нереально. Вот такой вопрос. Недавно была опубликована статистика о том, что экономично, правда, вроде как информация опубликовала, что совокупное налогоблажение в Украине где-то 60%. То есть с 1000 заработанной, сгенерированной тобой гривен денег, ты 600 отдаешь в виде налогов, 400 оставляешь себе. Вот такой вопрос. Сколько ты готова добровольно в процентном соотношении отчислять денег на содержание минимального аппарата менеджмента технического, который бы управлял... Это ты подводишь под партию 5-10, что ли? Нет, это вообще не. Это никакой нет. Сколько ты добровольно готова отдать... Ой, прости, пожалуйста. Вот если сейчас мы отдаем 600, сколько ты готова отдать? Вот ты... Твое понимание. Нет, ну я не могу так сказать, понимаешь? Я не могу так сказать, поскольку я не знаю, во что там будут обходить, скажем... Как тебе сказать? Вот материально, как я буду чувствовать эти деньги? Насколько я их буду чувствовать в той сумме, в которой там, ты называешь 60 и 40, там 20 и 85 и 95, 1 и 100 или наоборот. То есть вот какая сумма, скажем, меня может устроить для жизни, поскольку сейчас все искажено. Все искажено. То есть сейчас получают даже, может быть, приличные деньги. Там ты несколько раз пойдешь в магазин, купишь себе там пару-тройку вещей, и у тебя уже не хватит даже поехать отдохнуть. То есть для того, чтобы понимать, сколько я готова отдать денег, мне нужно понимать, сколько мне нужно затратить для своей жизни. Тогда я смогу высчитать, сколько я могу и хочу отдавать. Вот мне нравилась, у нас была уже такая система, которая позволяла развиваться среднему классу при Кучме. Тогда, вы помните, у нас вводили единый налог. Вот я платила единый фиксированный налог. Сначала он был 100 гривен в месяц, потом его увеличили до 200 гривен в месяц. И в принципе я помню, что тогда огромное количество людей специально ходили, оформлялись, назывался частный предприниматель. Потом вот этот ФОП, как он начался, да, ФОП. А до этого частные предприниматели были, оформляли себе налоговую документацию. И самое главное было так, до 500 тысяч в год оборота ты только вот сдаешь декларации и отчеты, и ты тогда платишь вот эти вот 200 гривен в месяц. И все, и налоговая тебя не трогает совершенно. Ни проверок, ничего нет. Если больше 500 тысяч в год, ты уже там по другой системе налогообложения проходишь. И это людей устраивало. То есть они с удовольствием ходили оформляться для того, чтобы точно знать, что у них всегда есть прикрытие. Да, я частный предприниматель, я зарабатываю, я могу себе позволить, поскольку, если брались кредиты в банке, то для кредита в банке нужно было предоставить налоговую, как это, отчет. Налоговый отчет нужно было представить, что у тебя там за полгода такой-то доход образовался. Судя по этому доходу, тем не дадут кредит, не дадут кредит. Или, допустим, в путешествие в какое-то, через турагентство, ты оформляешься, тебе тоже нужно из налоговой принести, если ты частный предприниматель. То есть твоего дохода достаточно для того, чтобы ты мог поехать, скажем, отдохнуть за границу или нет. Вот. То есть тогда все стали это оформлять, потому что людям было выгодно. Было выгодно платить налоги, было выгодно работать по белому. Потом, когда начали этот механизм ужесточать, люди стали уже скрывать свои доходы и стали скрывать, что у них кто-то работает. лишний на работе, потому что за каждого работника пришлось уже начинать платить. И платить порой больше, чем за себя. То есть, ну, соответственно, когда уже начинаешь подсчитывать свой доход, понимаешь, что у тебя уже там 200, там 200, там 200, у тебя там 2000 доход в месяц, и ты за всех заплатил, и дохода нет. Поэтому люди уже, конечно, стали как-то по-другому писать эти отчеты свои, чтобы как-то опять-таки украсть, фактически, фактически, да, фактически это было так, украсть для того, чтобы выжить. Вот государство нас все время загоняет в те рамки, когда мы вынуждены, вынуждены совершать какие-то противозаконные действия, чтобы за эти противозаконные действия поэтому каждого из нас можно было дернуть. А по сути дела нужно делать так, нужно давать возможность человеку с удовольствием платить налоги, с удовольствием вести свой бизнес, с удовольствием работать по-белому, так, чтобы и государству было хорошо, и человеку было хорошо. Вот такой вопрос. Мы сегодня ездили по посольствам стран G7 в поддержку Давида Сакварелидзе, и самое посольство, которое быстро оформило все документы, приняло заявление, поставило печать и штампы, это оказалось посольство Японии. То есть они буквально это сделали там за считанные секунды, там 30-40 секунд, и мы начали поинтересовались там, кто стояли, да, кто ехали из активистов, что вот на население Японии 128 миллионов человек, у них 9 тысяч чиновников. Начали считать на, как бы, шаблон Украины, да, если бы мы правильно посчитали, то это оказалось бы, что нам нужен чиновничий аппарат 3-5 тысяч максимум, а их получается у нас 300 или 400, то есть на нашей спине куча дармоедов, которые нам ничего не делают, просто препятствуют нам. То есть получается, нам нужно сокращать чиновников просто эти министерства закрывать, и это все вообще лишнее? обязательно, обязательно, потому что вот этот чиновничий аппарат, он раздут до невероятных размеров в Украине, причем часть чиновников это люди, которые создают граждан просто проблемы, жуткие проблемы, потому что любой человеческий фактор на скажем, на пути к либо к получению какой-то документации, либо к получению какой-то консультации, либо там еще по каким-то вопросам человек заходит, вот любой человеческий фактор вот этого чиновника, который сидит, он отравляет в человеке вообще любое желание хотя бы как-то сталкиваться с государственной машиной, когда ты приходишь и тебе что-то нужно, и ты говоришь чиновнику, который сидит там и выписывает разрешение на тот или иной вид деятельности, на захоронение, на получение документа какого-то, любой чиновник, который что-то должен тебе подписать, что-то должен разрешить, и ты к нему приходишь, а он, как правило, сейчас ест или занят, или у него там еще что-то, и он тебе говорит приходите завтра или послезавтра, лучше через неделю, вообще если вообще не придете, вообще будет замечательно, и ты начинаешь его упрашивать, то есть ты становишься не гражданином страны, ты становишься рабом страны, который просто упрашивает, ну пожалуйста, ну мне очень нужно, ну вот, вот вы же понимаете, ну да, вот понимаю, но это будет там вот так вот, вот столько-то стоить, например, но они сейчас не говорят прямую столько стоить, они либо пишут на бумажке цифру сразу же, либо рассказывают, что им что-то надо, и ты приблизительно понимаешь, что это то, что им надо, стоит столько-то, поэтому, вот этот аппарат чиновничий, это, конечно, такая пиявка на теле народа Украины, страшная, конечно, все это нужно, мне так кажется, убирать, сокращать, вообще просто, вот уничтожать, уничтожать просто, я однажды, давно уже, давно, очень давно это было, когда я думала о том, что, ну вот почему, я не понимаю, почему нельзя какие-то оплаты, вот мне нужно идти в сберкассу, стоять в дикую очередь, чтобы заплатить там за что-то, там, квартплату, ну почему нельзя это как-то так механизировать, автоматизировать, почему нельзя какие-то, вот я тогда думала, да, почему нельзя поставить, это я сейчас понимаю, что это типа терминалов, да, вот какую-то такую будочку, что ты пришел, там, выбрал себе, там, потыкал пальцем в экран или по кнопкам потыкал, что тебе нужно, да, и он тебе на экране показывает, там, столько-то нужно денег, ты вложил эти деньги, а тебе какие-то танцы, этого ничего еще не было, вот у меня еще была такая мысль, что это нужно, и что это будет удобно, и действительно, вы посмотрите сейчас, не только терминалы, сколько айбоксов получилось, нужно заплатить, ты в любой магазин практически зашел, там, везде все это есть безотрывно, а какая-то прекрасная, вот эта, приват-24 система, ну, потрясающе, практически в телефоне ты можешь провести, пока едешь все операции, платежные операции, какие-то там, переводы, еще что-то такое-то, это все очень-очень здорово, и вот, вот, вот такие вот вещи нужно развивать, чем больше мы будем автоматизировать процессы, тем больше мы будем заинтересованы вот в этом человеческом факторе. То есть, фактически нам надо некое такое приложение в мобильном телефоне, которое мы можем назвать, условно, Украина-24, где там будут чиновники, все в смартфоне, и мы будем с ними вести диалог через мессенджеры. Да, по сути, по сути дела, я так думаю, что это должно, вот, мне понравилось одно очень выражение, которое называлось революция в смартфоне, то есть, по сути, вот та революция, или, скажем, тот государственный переворот, да, который в сознании наших людей должен произойти, он должен произойти через смартфон, то есть, мы друг другу пересылаем, вот смотрите, вот мы сейчас с вами сидим, что такое, да, вот есть смартфон, мы сейчас сидим с вами, там, в прямом эфире общаемся, ну, еще 10 лет, какой 10 лет, еще 2-3 года назад, это, 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 что-то уникальное было, было невозможно, да, сейчас-то уже все есть, поэтому, чем, вот 2-3 года назад, это нужно было бы брать специального оператора, да, это нужно было бы за ним бегать, его упрашивать, ну, пожалуйста, ну, приди, сделай, ну, это нужно, там, мы хотим, там, что-то передать информацию, а сейчас смотрите, чем это интересно, это сейчас выигрывает по отношению к телевизору, тем, что, вот мы сейчас с вами сидим практически в обратной связи, то есть, я вот, честно говоря, плохо просто вижу, там, мелкий текст какой-то, то есть, вы что-то пишете, кто-то доволен, кто-то недоволен, кто-то, кому-то нравится, о чем мы говорим, кто-то, там, считает это полной ерундой, да, но, тем не менее, мы видим, как вы к этому относитесь, мы видим обратную связь, каким-то образом на нее реагируем, а что такое телевизор, вот вы включили телевизор, вы смотрите там, то, что вам вталкивают в голову, и вы никак не можете на это отреагировать, даже когда там пишут какие-то опросы, которые якобы проводят, вы позвоните, мы вас спросим, мы вам покажем там, то есть, это все равно не то, то есть, мы понимаем прекрасно, что часто эти манипулируются опросы, то есть, не так люди позвонили, не так сказали, а нам показывают там другой материал какой-то, а здесь, в общем-то, по идее, все в обратной связи находится, по идее, мы можем каждый читать здесь ваш комментарий, на него отвечать, или там через один, через два, собирать какую-то, делать статистику, отвечать на это, вот по идее, это для будущих даже выборов, мне так кажется, мы скоро придем к тому, что и в смартфоне будем выбор проводить, то есть, не будем ходить на участки, стоять на этих участках, чтобы закинуть этот бюллетень куда-то, чтобы потом его неправильно посчитали, а будем именно вот так вот сидеть, вот так вот точно голосовать, и будем сразу же видеть, куда и как добавился наш голос, то есть, это будет все автоматизировано. Друзья, ну мы будем нашу трансляцию подводить к какому-то завершающему знаменателю, и вот хотел бы вам последний вопрос задать в этом эфире, Лизия, вот недавно была опубликована статистика о том, что из 10 украинцев только один, или максимум два, социально активных, а если у нас будет из 10, 7, 8, социально активных, то мы вообще получим какое-то английское общество в Украине, людей сведомых, людей проинформированных, и так далее, то есть, получается нам вывод, что нам надо сработать с людьми, все упирается в людей? А вот здесь, понимаешь, здесь такой очень двойственный вопрос, с одной стороны, да, с людьми нужно работать, а с другой стороны, в нормальном цивилизованном обществе, это там инертного практически там 100% населения, потому что они не занимаются политикой, им это не нужно, не интересно, потому что государство работает так, как нужно, оно работает для людей, не для себя, поэтому люди не заморачиваются на политике, ну совершенно, многие даже не знают, и кто там премьер, и кто там, какие министры, вообще даже фамилии не знают, и что там происходит у них в политикуме, не знают, потому что они нормально живут, почему мы интересуемся политикой, потому что мы год из года живем не просто плохо, а каждый год все хуже и хуже, именно поэтому мы начинаем интересоваться, а почему так происходит, да, а потому что вот эти вот люди, а потому что нам в телевизоре начинают показывать каких-то подонков, которые говорят какие-то вещи, которые совершенно нашей жизни не соответствуют, один говорит, что мы едим ложками черную икру, другой говорит, что любой средний гражданин среднего достатка может на Сейшелы поехать, и так далее, то есть, когда мы это слышим, у нас волосы дыбом стоят, вот это кто, где такие у нас живут в стране средние граждане, которые могут вот так вот, или если средние получаются они, то мы тогда вообще ниже уровня земли находимся, поэтому мы вынуждены, как говорится, да, если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что она не интересуется вами, поэтому мы вынуждены, мы вынуждены сейчас активизироваться, мы вынуждены выходить, мы вынуждены добиваться, потому что, я же вам говорю, что вот как врач в прошлом, я же прекрасно понимаю, что если ты не будешь двигаться, если ты не будешь над собой работать, ничего не получится, умрешь, просто умрешь, потому что если нужно сейчас раздышаться, чтобы дышать нормально, а чтобы, допустим, не получить какого-то легочного заболевания. Просто нужно раздышаться. Ты должен раздышаться, ты должен начать глубоко дышать для того, чтобы выжить. Если тебе нужно бежать, и ты понимаешь, что если ты не будешь бежать, будешь стоять на месте, то зверь какой нападет, я не знаю, или там маньяк какой нападет, то есть ты должен бежать, потому что это инстинкт. Вот в инстинкте ты должен выжить, это самосохранение. Вот сейчас мы живем на уровне инстинкта, нам нужно выжить, выжить. Если мы не будем ничего делать, если мы будем сидеть синим дома, то, ну, я вот уже говорила сегодня, там сосед поставит нам крестик, тут же умрет сам, потому что он уже на последнем издыхании это будет делать. Поэтому нам нужно двигаться, нам нужно выходить, нам нужно встречаться. В любом случае наши сеансы — это такие экшены. Выходите, и вы получите заряд энергии, но это как минимум. Это как минимум, поскольку наши акции все раздражают этих клиентов на Банково и на Грушевского, то они нам дарят удивительные подарки своим безумием, и это нас радует. Друзья, ну, на такой вот мажорной ноте мы будем заканчивать нашу трансляцию. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делайте репосты. Я думаю, что мы обязательно продолжим ряд эфиров. Может быть, в другом формате просто. В другом формате, да. Уже это больше, мне хочется больше, чтобы было больше движения. Я не очень люблю, когда такие вот статические интервью, мне кажется, что статические они должны быть долгими, они должны быть коротенькими. Я не люблю часовые интервью. Люди устают, они устают долго слушать, им нужно... Ну, я вообще сама человек энергии, то есть для меня самая важная – это скорость, все должно быть быстро, все должно быть энергично. Если этого нет, я затухаю, мне уже становится неинтересно. Поэтому вы уж простите, что так мы вышли и долго пробыли сейчас в эфире, нас так долго задержали. Я думаю, что в следующий раз, а мы с Димочкой будем и ездить, и смотреть, будем ловить интересные такие моменты, о которых вам будем рассказывать, потому что интересно много в нашей жизни, нереально. И вы знаете, что самое главное на прощание, наверное, скажу? Что, наверное, если бы было бы все у нас хорошо, было бы скучно жить. А мы живем в такое энергичное время, что когда-то мы будем своим детям рассказывать, что нам так повезло, мы на изломе истории жили. Друзья, ну на этой мажорной моте поблагодарим друг другу, будем прощаться, поблагодарим Лису за прекрасный эфир. Да, спасибо, Дима, тебе. Поэтому до новых встреч, до новых эфиров. Всем спасибо. Пока.